В девятый раз Сергей Морозов выступил перед депутатами с традиционным отчетом о деятельности исполнительных органов власти региона за прошедший год. В документе глава региона изложил основные параметры инвестиционной, экономической и социальной политики правительства Ульяновской области. Доклад предусматривает практически все сферы нашей жизни, все отрасли, дается оценка им, дается большой анализ тому, что сделано позитивно, а в области у нас очень много сделано позитивно. Я бы очень просил вас именно на это свое внимание обратить и в своих публикациях сосредоточить. Конечно, будет говориться и о проблемных вопросах, и о нерешенных задачах. В своем выступлении глава региона остановился на основных достижениях в реальном секторе экономики, обратив внимание присутствовавших на показатели в промышленности и сельском хозяйстве. Третий год подряд продолжается рост реальных объемов промышленного производства. В 2016 году он составил 2%. Кому-то может показаться мало, но для объективности ради это значительно выше, чем в среднем по Привозскому округу и стране. В сельском хозяйстве по итогам прошлого года регион достиг третьего результата в целом по России. Рост составил 16%, а урожай зерна и овощей стал одним из лучших за последние 20 лет. Также за отчетный период в эксплуатацию введено 966 тысяч квадратных метров жилья. Вдумайтесь, коллеги, почти 12 600 квартир. Это самые высокие показатели за всю историю Ульяновской области с момента ее воссоздания в 1943 году. За 12 лет, начиная с 2005 года, объемы жилищного строительства в области выросли более чем 6 раз. При этом снизился уровень безработицы. В среднем он составил 4,6%. Это самый минимальный уровень с 1992 года. Вместе с тем Сергей Морозов подчеркнул, что необходимо менять подход к организации системы занятости населения и развитию рынка труда. Чтобы не сбавлять темп, глава региона отметил необходимость перевода экономики на новые технологические принципы, развитие человека и раскрытие его потенциала, достойное качество жизни и среды проживания, трансформацию системы управления регионом. Данный факт позволит решить сразу несколько проблем, которые также озвучил губернатор. Среди них снижение уровня рождаемости, падение объемов инвестиций и реальных доходов населения. Конечно, падение реальных доходов и рост доли бедности – проблема для всей страны. И на ее фоне сегодня мы выглядим даже чуть лучше, чем в среднем по стране. Но согласитесь, мы не привыкли вот так усредненно делить ответственность. Это не является оправданием. Губернатор подчеркнул, что важнейшими направлениями работы региональной власти останутся привлечение новых инвесторов и создания высокооплачиваемых рабочих мест. Отчет послужит одним из направляющих документов социально-экономического развития региона в следующем году. Тарья Судрева, Юрий Конихин, Новости Улянской правды.